Представители знака Зодиака Скорпион. Скорпионы мои дорогие, здравствуйте. Тару прогноз, гороскоп, Тару расклад, события ближайшего будущего. Тару на неделю с 22 по 28 апреля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. У нас еще неделя, которая проходит, по сути, когда ретроградный Меркурий, какая-то история к нам может вернуться в виде людей или каких-то событий или новостей. Но больше так со знаком плюс. Для нас что-то может как раз положительно решиться. Так вот в целом, планетарно. Может это быть и турбулентность. Почему нет? Но все равно тогда судьба находит выход. Вот что-то тут для вас будет важно не упустить. Давайте мы узнаем, что для вас расскажут карты. И будем реалистами, конечно. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какой-то свой пазл вы сумеете сложить. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Это правда. И как один из тысячи, может быть, вариантов альтернативных развития событий. Что важно знать будет первая карта в нашем традиционном прогнозе. Или сфера жизни, которой придется, может быть, больше уделять внимания. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время, как видят карты. Или что может помешать. Что вам будет помогать. Достанем карту, что скрыто. Дело, работа, бизнес. Энергия, денег. Личная жизнь. Что же важно знать. Марафонский забег. Так называю эту карту. Это то, что мы делаем с учетом на долгую дистанцию, на продолжительное время. Это та работа, когда от приложенных усилий будет зависеть сам проект или качество нашей жизни, кстати. И опять же, это не быстрый какой-то период, а с прицелом на будущее что-то основательно. По этой карте проходит внимание к деталям. Вот что важно знать. Не торопиться самому, а все выполнять как-то последовательно. По этой карте нам обещают спокойную неделю относительно. И где-то прогресс в соответствии с вашими планами. Давайте посмотрим неожиданности. Сильная позиция, как и ваша. Так вы можете столкнуться вот с таким императором. Карта императора. Карта власти. Карта людей, которые наделены этой властью. Это может быть высокий чиновник или представитель. Закона, кстати, по этой карте тоже. И мы уважаем власть. Мы уважаем систему иерархии. Не перепрыгиваем через голову начальника. Здесь могут быть какие-то возможности. И для вас, кстати, тоже. Построение карьеры. К примеру, правильное взаимодействие с людьми. Есть по карте императора. Если мы говорим про неожиданности. Может быть и такой посыл. Хочу сделать по-своему. А мудрый император, он понимает, для того, чтобы осуществилось мое намерение или цель, то, что для меня конкретно очень важно. Я готов скорректировать мелкие планы, чтобы не упустить что-то более крупноважное. То есть, в принципе, быть гибким, но не рисковать своим именем, не рисковать своим положением в обществе, самим собой или самой собой. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это может быть человек, буквально для вас очень важный, который может означать, ну, как где-то и вашего отца или вашего супруга. Иногда и так бывает. Но это тот человек, который не боится на себя брать ответственность. Хотя и по этой карте есть элемент эгоизма. Правда. Все-таки император никуда не денешься. Все хочет сделать по-своему. Сложная энергия у этой карты. Непростая. Старший аркан. Но правильно взаимодействовать может. Поэтому нам впереди выпадает карта рыцаря Пентакли. И нам говорят, ты постепенно, у тебя все получится. Давайте, чему сейчас не время. Не время фантазии, тем не менее, карта фантазии конкретно. Не время одевать розовые очки. Не время надеяться, что какой-то вопрос решится сам по себе. Правда, с учетом первой карты мы действуем сами. Причем так неспешно. Просчитывая. Будет важно иметь тезис-план, может быть. И в котором вы укажете самые главные направления или что, в принципе, как цель намерения. И остальное детализировать пошагово, чтобы вот эти шаги вовремя скорректировать. Если что-то вокруг вас меняется, а не выжидать или не думать, что решится какой-то вопрос сам по себе. Или вдруг, как перед нами, ну как откроются внезапно новые возможности. Или то, что я себе задумал, придет само. Нет. Нам не говорят карты, что мы прямо будем от усталости падать. По рыцарю Пентакли нет. Он едет медленно. Он успевает как отдохнуть, так и поработать, так и решить многие вопросы. Поэтому, ну все-таки, карта говорит про ваши действия с одной стороны, а с другой стороны размеренный образ жизни. Может быть, это очень важно, потому что карта Император для вас может говорить, как получение новой должности, повторюсь. Как новые возможности отчасти по личной жизни. И тогда тоже какую-то историю не убыстряйте. Но и с другой стороны не думайте, что что-то решится само. Или, если вы, допустим, в ссоре по личной жизни, не думайте, что человек откликнется. Может быть, и инициативу придется брать вам, мои дорогие скорпионы. Но это забегая немного вперед. Просто эти три карты, их можно переложить на любую сферу жизни. Давайте, что вам будет помогать. Как ни странно, карта Башня. Есть такое значение, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но Башня, в первую очередь, это всегда олицетворение тюрьмы. Это то, что прежде мы к этому привыкли, к какой-то обстановке привыкли. И вот эти стены, Башня, они нам казались не тюрьмой, а цитаделью, чем-то надежным. И теперь эти стены рушатся. И если прежде могли подержаться за эту стену, а теперь за воздух не подержимся, и вот какая-то турбулентность, но это в позиции, вам помогает. Какие-то перипетии, какая-то либо информация, либо смена обстановки вокруг вас, либо как непредвиденные события, непредалимые даже силы могут быть, мои дорогие. Меня смотрят люди из разных стран. Но для вас судьба находит выход. И для вас это возможности, так или иначе. Может, у кого-то буквально прежде был закон, все-таки у нас, у вас, мои дорогие скорпионы, карта император. И закон не позволял оформить какой-то документ. А теперь выходит подзаконный акт, который позволяет это сделать. И тогда нужно действовать очень правильно, как-то узнавать нужную информацию, держать руку на пульсе и использовать какую-то возможность. Потому что, если мы говорим про тюрьму, раньше что-то препятствовало осуществить, а теперь нет этих препятствий. Будьте внимательны, ведь это старший аркан. У вас новые возможности, потому что как раз какие-то происходят изменения вокруг вас. Что скрыто? Ну, тут правда решение. Это у нас туз мечей. Я всегда называю эту карту выход из лабиринта. И вот если был какой-то лабиринт или какая-то была путаница, а вот здесь все становится по своим местам, как и вы можете расставить все по своим местам, или как новость приходит. Может быть, на какой-то период времени этой недели поначалу вы пока не видите или не слышите эту информацию, но она к вам придет. Здесь, мы сказали по карте башня, это может быть та информация, которая кого-то ставит в тупик. Или, мои дорогие скорпионы, она для кого-то может означать как даже разрушение, а для вас это сыграет в плюс. Вы можете сочувствовать даже кому-то, но подумать-то придется о самом себе или самой себе, потому что, ну, может быть, обстоятельства жизни таковы, что с одной стороны, да, есть искреннее сочувствие, что у кого-то что-либо не получается, но что бы вы ни думали, как будто нам говорят, используй этот шанс, скорпион, и у тебя что-то интересное может получиться, как по части карьеры, так и ваших дальнейших планов. Мне интересно, давайте дело работы бизнес. Тут правда что-то может новое начаться? Посмотрите, у нас выпадает, да, тут не сглупить будет тоже немаловажно и надеяться на самих себя. Нулевой аркан, но тут что-то с нуля, новые возможности. Да, и надежды на самого себя. По этой карте не должно быть надежды на авось, но, собственно, нам уже об этом сказали, фантазии, да никаких, они только мешают правильно оценить обстановку и именно думать где-то о себе и не подвергать себя риску, мои дорогие скорпионы. Видимо, вокруг вас будут обстоятельства сами по себе меняться, и поэтому ваша задача сохранить как и собственные позиции, так и свое доброе имя, и то, что вы уже наработали, заработали, то, что вы уже сделали хорошо, оттолкнуться от этого и идти вперед. Вот тут все что-то, ну, как возможности увеличиваются, правда, или открываются новые горизонты. Что же по деньгам? Ну, быть реалистом. Не дать кому-то зарок, да, вот или как обещание, я тебе помогу. Все же финансы. Девятка жезлов выпадает. По этой карте всегда мы так немножко отгораживаемся от мира. Мы в чем-то не участвуем. И по девятке жезлов. С одной стороны, держим руку на пульсе, но включаемся в те или иные вопросы только в двух случаях. Либо вам что-то угрожает, карта башня, да, или не упустить свою возможность. Все, все остальное не имеет значения, и вас ничто не должно застать врасплох. Может быть, не время, в принципе, тратить деньги. Понимаете, для кого-то из вас это будет означать, деньги приходят, но медленно. С другой стороны, девятка выпадает. Какая-то жизненная история или обстоятельства, они еще будут меняться. Поэтому сохраняйте самих себя и свои интересы. Собственно, вот эта карта императора где-то и говорит, да, что-то подкорректировать придется. Более того, еще и возможности появятся. Но ваша цель должна оставаться неизменной. И уважайте власть. И когда вы уважаете, не прыгайте через голову где-то начальства или если нужно согласовать документ и видите, да, не в один кабинет, вам может и хочется где-то побыстрее решить вопрос. А нет, нужно пройти какую-то ступенчатость. Значит, все равно эта ступенчатость будет быстрее, нежели застрять в одном каком-то месте и пытаться кому-то что-то доказать. Вот это вам не будет благоприятствовать, чтобы вы решили что-то быстрее. Что в личной жизни? Семерка жезлов. Тут могут быть, ну, как, к примеру, от родственников какие-то известия или от ваших друзей. Всегда по этой карте есть такой момент, как соревнования или какие-то споры на вас могут воздействовать, у вас могут пытаться втянуться в какой-то конфликт. Не обязательно, безусловно, только личной жизни. Ведь личная жизнь, позиция карты не только про любовь говорит, а ваши личные намерения и цели. И где-то и социум тоже может означать. И может быть у вас, правда, по работе, как и есть какая-то многозадачность, так и есть тот момент, вы вот хотите получить одну должность, а есть еще какие-то претенденты. И тогда я могу сказать, претенденты как раз как будто отпадут, могут, или какая-то конкуренция. Она тоже может стать либо меньше, либо было семь конкурентов, а останется пять, три. Кто знает. Потому что тоже у людей что-то меняется, и это оказывает влияние на ваши возможности. У кого-то будет и так. И человек может сожалеть, а тем не менее для вас какую-то свою траекторию следует продолжать. По этой карте, тем не менее, семерка жезлов нам всегда говорят, да, у тебя хватит сил парировать, но сначала подумай, а надо ли в этом участвовать. И неважно, кто с вами может быть не согласен, или кто-то из близких, такое бывает, или из родственников, родственников вашего супруга, партнера, или близких друзей. Вот нейтралитет. Чаще по этой карте нам все же говорят, сохраняй силы, потому что семерка сама по себе, это не активность, это какая-то либо пауза, либо какой-то нейтралитет. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.